Мы находимся в Волгограде. В этом замечательном городе есть косметический бренд, который называется «Ле Мусс». Итак, по приглашению основательницы бренда Ольги Нечаевой, мы решили приехать и посмотреть производство этой косметики. Идет со мной. Здравствуйте. Меня зовут Елена Летучая, я по приглашению Ольги. Елена, здравствуйте. Ольга, здравствуйте. Добро пожаловать. Только я вас сюда не пущу, без бахилки. Так, хорошо, ладно, бахиливаемся. Так. Вообще, мы чистяки всегда ходим. Мы сейчас поднимаемся по нашим центровым лестницам. Лестница и вход для чистой зоны для девочек, которые непосредственно в стерильной зоне изготавливают саму продукцию. Она находится на заднем ходе, то есть там специальная система входов и выходов, чтобы стерильная зона всегда оставалась стерильной. Приятно познакомиться, Алла Игоревна. Здравствуйте, Алла Игоревна. Директор производства. Ну, пойдемте смотреть. Пойдемте. Так, вот здесь мы сразу попадаем в такое небольшое проходное помещение, где у нас тара лежит, различные баночки, крышечки. Это склад для тары. Да. Я слышала и читала на форумах, пишут, что вы готовите косметику в каких-то подвальных помещениях. Ну, а если вот это светло-огромное помещение с окнами на потолке похоже на подвальное помещение, то да, это у нас подвальное помещение. Не посмотришь. Да, один миф развеяли. Так, куда вы хотите направиться? Показывайте. Мы можем сразу пройти, например, в нашу стерильную зону, только там есть определенные условия для входа туда. Да, вот здесь должны для посторонних лиц, как бы мы не были вам рады, но все-таки постороннее лицо на наше производство, поэтому надо обязательно, чтобы вам наш контролер основной, главный, прочитал инструкцию по тому, как мы можем себя отнести в лабораторию. Ну, давайте, мы готовы. Мы сейчас узнаем, как готовят косметику. Давненько, мне кажется, вы меня в шапочке-то не видели, да? Сейчас все будет халать. А с кроксами, кстати, у вас хорошая идея. Да. Ну, они всегда новые, мы их всегда обновляем, так что... Ну, все равно, в любом случае, это производственное помещение, даже, ну, иногда бывает, что-то прилипает, но вот раз нам в полгода, мы точно меняем все это на новое, все стерильное. Ну, слушай, мы готовы. Так. Да? Все, можем проходить, да, и там нам зачитать инструкцию. Сразу хочу сказать за кадром, вся группа в шапочках, в, значит, в халате, когда я покажу, как... Как это? Вот они все у нас, как пупсики. Идемте. Так. Видите, как затеют, но руки все равно. Попробуй. Проверь. Обрабатываем тоже чем-то, Леонид? С пепликой. С пепликой. До этого пока не дошли. Ну, поехали. Это вы для нас делаете, или вы все время так делаете? Все время. Серьезно? Честно? Глаза честные, верю. Пойдемте. Так. Какие они тут все хорошенькие. Здравствуйте. 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 Вот, это Вера Васильевна, управляющая нашей кухонкой. Здравствуйте, Вера Васильевна. Можете... Я спиртиком обработана, я счастливая. Если что. А, у вас есть черные только. Рассказывайте, показывайте, что у вас здесь. Здесь находится производственный отдел. Здесь непосредственно готовится продукт компании «Лямуз». Это основная наша кухня. Пойдемте показывать. С той стороны находится лаборатория и моечная. Да, если заглядывай, таки... Да, там мы изобретаем продукты, тестируем, и только потом вводим в основное производство уже для большого коллектива. С чего начнем? Сейчас, Вера Васильевна там перенервничала, по-моему, забыла эти правила зачитать для посторонних лиц. Я вам там должна была, на входе, а мне сказали... Ну, должны были, уж тут читайте, чтобы мы на всякий случай ничего лишнего тут... Вести себя нужно аккуратно, ни к чему не прикасаться, если только в перчатках вы хотите, чтобы пометки посмотреть, не касаться к миксерам, не совать пальцы в розетку. Или в розетке пальцы не суем, а в миксеры тоже бережем пальцы. А сегодня девочки готовят мусс, наш новый мусс, новое изобретение, дынь в шоколаде. Вот такой формат изобретения, он у нас есть в патенте, то есть у нас есть подтверждающий документ того, что мы первые в мире начали изготавливать такой продукт. До нас были как бы отдельно взбитые масла, но не было такого количества и настолько идеальной пропорции этого продукта. Я вижу просто белую массу, что это за мусс, для чего он? Это мусс из 9 или 15, это разные виды продукта, натуральных масел со всего мира, то есть это лучшие масла со всего мира, которые мы отбираем, мы проходим проверку качества каждого масла в отдельности, то есть у нас есть сертификация на каждое масло. А что с муссом делать? Куда его? На тело. Это мусс для тела? Да. То есть какой-то эксклюзивный, запатентованный. Да. Если намажешься, что? Будешь как... Клеопатра. Как Клеопатра? Все, нам надо. Что у вас руки-то дрожат? Не кусну я вас. Пахнет ароматно. Идемте дальше, да? Ну, вот сейчас мы с вами попали, получается, на уже конечный, так сказать, на раскладку, когда девчонки добивают и происходит фасовка. Но... Просто обратим внимание, как здесь чисто. Посмотрите, во-первых, все одеты просто полностью, вот только лицо, руки, ножки, все в халатах, в специальных еще пленочных халатах, вокруг все чисто. Как вы подкрали. Подкрались. Хочу обратить внимание, то есть мы периодически также, ну, мы честны со своим покупателем, мы снимаем периодически производство, и то есть иногда людей немного напрягают, вот, допустим, ложки, которыми производится раскладка. Но на что хочу обратить внимание, что любой металл, который вы видите, и любые там жестяные поверхности, это все не ржавейка. Даже в гости не прописано того, что должны использоваться какие-то специальные лабораторные инструменты. То есть и для нас также важно, чтобы девочкам тоже было удобно и комфортно работать. Ну, как бы, если им удобно работать вот именно ложкой и создавать красивую раскладку продукта, то, пожалуйста, потому что мы не нарушаем никаких правил. Мы здесь начальница, а давайте спросим вот у людей, вот удобно им или неудобно. А можно с вами познакомиться? Да, здравствуйте. Как вас зовут? Я Екатерина. Екатерина, как вам здесь вообще на этом? Не смотрите ей в глаза. Мне отвечаете правду. Как вам здесь? Тут не главное. Хорошо? Да. Нам нравится. Вам нравится? Да. Глаза честные. Ладно. Говорят тут что-то про ваши инструменты, про ложечки. Удобно вам тут? Да. Да, нам все удобно. Мы каждый выбираем ложечку, кому как удобно. А сами пользуетесь косметикой, Львоз? Конечно. Поэтому вы такая красивая? Да. Хорошо. Все, не отрываю вас от работы. Спасибо. А вот здесь вот, Лен, вы видите вот ту стадию, вот то, что превращается в наш мусс, а это получается практически начальная стадия. А это масла? Да. А вот вы сказали какие-то особые ингредиенты, которые собираются со всего мира. О чем мы говорим? Это различные масла, которые, каждое масло у нас с какой-то, с какого-то отдельного региона, с какой-то там страны, там где, это вот как фрукты. То есть есть страны, в которых вкусный арбуз, есть страны, в которых он не очень вкусный. Точно так же в каждой стране есть какое-то свое определенное масло, где оно максимально лучшего качества. Это помещение набора масла, отсюда начинают делать свою работу. А можно заглянуть? Можно заходить в любые двери? А, да? Свет. Мне нравится, так и подход. Так. Ой, а какой аромат-то здесь? Сразу понятно, что здесь масло. Да, это наборочное масло. Масло хуже. Я никогда в жизни не видела масло ши в таких объемах. Да, мы закупаем его тоннами, потому что это очень популярный из списка. Ши жаба, витамин Е, макадамия, миндаль, масло виноградной косточки, масло облепихи. Это как раз вот эти много-много масел как раз вот в этом муссе, Вася, да? Весь пластик, который вы здесь видите, он пищевой и так же не противоречит правилам ГОСТа. Знаете, когда я раньше кухни проверяла, я себе говорила, ну, в плохом таком контексте, когда, например, вот был неприятный запах, я говорила, боже, как жалко, что телевидение не передает запахи, вы бы просто не смогли здесь находиться. А вот здесь я говорю, как жалко, что не передает камера ароматы, потому что здесь просто фантастически вкусно пахнет, я очень люблю масла. Ну, все, смотрю здесь. Идите, идите. Чистенько у них тут. Да, можно водить белыми перчатками, у нас точно чисто. Так. Здесь даже на самом деле можно провести эксперименты, даже по полу поводить белыми перчатками, и я более чем уверена, что они останутся чистыми. А, есть белые перчатки? А есть белые перчатки у нас? К сожалению, у нас только черные. Палотенце белое, да. Впервые в истории я проверяю салфетками полы. Окей. Где хочу, могу провести? Да, где угодно. Чисто. Как давно я это не говорила. Так, мы сейчас можем пройти сразу в контролерскую, там, где у нас продукт проходит второй контроль качества. Посмотрим, да, пойдемте. Здравствуйте. Чем это вы тут занимаетесь? Сбиваем мусс. Хорошая работа. Чистенько. Трубом аромат. Аромат напахнет. Вам нравится ваша работа? Конечно. А зарплата вам хорошая плать? Конечно, для Андрея мне бежать. Смотрите сначала мне. Зарплата у девчонок, так вот это ручной труд, у них очень хорошая. Ну, ты можешь сказать, сколько ты получаешь. Да. Вообще неплохая зарплата 80 тысяч. Особенно для Волгограда. Да. Это термошкаф. Его открывает нельзя. Да. Хранятся продукции и проверяются на срок годности. То есть это один из способов испытаний продуктов. А, испытания продуктов, да. Проводит, да, главный технолог наш. Важный этап. Куда дальше идем? Можно пройти сюда? Контролерскую. Здесь у нас проходит второй контроль продукт. То есть девочки-контролеры получают оттуда мусс, там, суфлеши и прочее. Проверяют тоже это все. И по каким параметрам поверять? А можно с кем-то пообщаясь? Можно. Почему я вообще вас спрашиваю? Непонятно. С Жанной. Давайте, Жан, здрасте. Меня Лена Летучая зовут. Расскажите, по каким параметрам, дайте-ка я вот сюда подойду, по каким параметрам вы проверяете вот баночки этого муса? Ну, во-первых, консистенция должна быть мусса соответствовать. Научите меня. Ну, как вот проверяем? Открываем банку, смотрим раскладку, чтобы не было никаких ни царапин, ни мусора, постороннего закрываем. Весничек не было, чтобы... Да, все правильно. Теперь смотрим вот здесь, боковину банки, чтобы не было точек, ворсинок вдруг встречаются. Переворачиваем сюда, тоже смотрим то же самое. И все, если с бабушкой все хорошо, мы ее... А если что-то увидели, куда? Ну вот, я забраковала, отдаем на переработку. Вот здесь небольшая ворсинка. На, ну-ка, дайте посмотрите. Наверное, вас может это удивить. У вас глаз алмазь, я вам сказала. Слушай, это какой-то ворсинка? Увидите ворсинку здесь? Очень часто то, что видят наши контролеры, не видно. Удивили, все хорошо, поняла. Бизнесу вообще сколько лет? Полтора года. А какое участие вы принимаете в разработке продуктов? Не знаю, вы их креативите, что мы должны произвести, потом команда работает. Какое ваше участие? Начнем с того, что у меня есть какие-то базовые понимания о космецевтике. И я совместно с технологами подаю им какие-то идеи для разработки продукции. И дальше они уже доводят всю эту формулу до совершенства. Далее вся эта история проходит испытания, именно тесты самой продукции. Это различные испытания, это на термоустойчивость, то есть это холод, это тепло, это испытания на центрифуге. Потом проходит сертификация, я же правильно понимаю, все сертифицированы? Декларированы. То есть у нас все масла сертифицированы, поэтому нам достаточно для косметической истории, нам нужна именно декларация этого продукта. У вас очень красивые глаза, я вам уверен, я хочу видеть документы. Покажете мне? Покажем. Покажем. Мы сейчас вот как раз таки можем пройти в офис, там где у нас хранятся документы в сейфе, и наш специалист может как раз таки ответить на все вопросы. Сейчас будем проверять документы. Здравствуйте. 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 Как вас много? Юля, не обосрись. Юль, мы к вам, да? Покажите мне, пожалуйста, документы на сертификацию, на продукцию. И еще мне хотелось бы посмотреть патент, про который говорили. Да, конечно, сейчас все документы у меня в сейфе хранятся, поэтому прошу. Так, вот, пожалуйста, патент. Патент, да? Так, мусс для ухода за кожей тела. Ничего, Орега Андреевна, это вы. Все, у вас все, я явка, привезти к изобретению. Считаем. Какая-то транспортная индивидуальная собственность. Формула изобретения к патенту Российской Федерации. У нас мусс для ухода за кожей. Так, ну что, патент оригинальный, да? Конечно, у нас все оригинально. По вашим зеленым глазам невозможно не поверить. Ну что ж, патент есть, сертификацию покажите. Так, вот, пожалуйста, папочка. Давайте. И начиная с нашего первого продукта, все декларации соответствия. Даты где здесь? Даты вот, регистрации и до. К каждой декларации прилагаются оригинальные протоколы испытания и так далее, по каждому продукту. На каждую линейку продукции здесь представлена декларация соответствия. И, в общем-то, к каждой декларации соответствия прилагается протоколу независимой испытательной лаборатории. Вот, то есть, да, линейки продукции их порядка сорока. Я понимаю, что вот эти последние. Да. Давайте посмотрим. 22, 5, 12, 22. Это протоколы.